Минкультура не ставит перед собой главной целью монетизацию кинематографа, делая акцент на духовной значимости кино. С 2010 по 2018 год на госденьги были сняты 85 художественных кинокартин. Из них только три фильма окупили себя и принесли прибыль. Остальные картины оказались неприбыльными. Единственный коммерчески успешный жанр в Казахстане – это комедии. Но их снимают только частники на свои же деньги. А Минкультура, по данным счетного комитета, тратит бюджетные деньги неэффективно. О указах фильмам приобретались литературные сценарии, которые в последующем не реализованы. Осуществлялось производство невостребованных фильмов, по которым отсутствует спрос на прокат. К примеру, с 2010 года не осуществлено производство фильмов по 48 одобренным сценариям и не вышли в прокат 185 из 325 снятых картин, затраты по которым составили более 19 миллиардов тенге. Планируется финансировать в первую очередь социально значимые фильмы, в том числе исторические, направленные на повышение патриотического потенциала общества, воспитанию подрастающего поколения. Но при объявлении отдельных госзакупок в рамках проведения социально значимых и культурных мероприятий устанавливаются неправомерные требования к потенциальным поставщикам. Тем самым ограничивается круг поставщиков, желающих принять участие в проводимых госзакупках. С одной стороны, отдельные представители казахстанского кино создают картины, которые завоевывают награды на престижных кинофестивалях, получают хорошую критику. С другой, большинство этих картин так и не доходит до массового зрителя. Во многом это объясняется тем, что нам так и не удалось создать полноценной киноиндустрии. Такое положение вещей вызывает множество вопросов. Потому что до этого времени казахфильм фактически являлся монополистом в сфере киноиндустрии. То есть те же самые эксперты сидели в структуре казахфильма, и, естественно, их выбор был предопределен. То есть там налицо был конфликт интересов, поскольку они с самого начала контролировали этот процесс. То есть они сами же отбирают, затем, в общем-то, сами снимают, затем в прокат выпускают. Вот для устранения указанного конфликта интересов мы отделили. И, допустим, сейчас казахфильм, он участвует на общих основаниях. По мнению кинокритиков, когда человек гарантированно получает какую-то сумму денег на фильм, то он сразу забывает о зрителе. Его уже не интересуют технические стороны производства фильма. Потому что он знает, кинотеатры в любом случае будут обязаны поставить его фильм и половину своего драгоценного прокатного времени отдать под него. Такой подход на корню убивает конкуренцию и развращает создателей фильмов. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.